Я хочу с вами поделиться о некоторых вещах. Возможно, не такие восторженные будут вещи, которые вы слышали раньше. Я не знаю. Но потому что Бог в контроле. И мы вчера смотрели на местописание Римлянам 12. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Мы говорили вчера о вещах, о которых необходимо нам отдать Ему. Чтобы мы отдали свою жизнь полностью в Его руки. Иногда очень тяжело нам понять и постичь, каким образом мы это должны сделать. Но в то время, как вы ходите с Богом, Он начинает показывать вам, как это делать. Уже прошло очень много времени, с тех пор, как я стал верующим. Уже больше 50 лет прошло. Но Бог показал мне на протяжении всего пути, каким образом ходить с Ним. И в то время, как мы начинаем ходить с Богом, Он начинает почитать нас. Он изменяет вещи в нас. И это и есть Его главная цель. Потому что написано, что итак, братья, умоляю, милосердием, представляйте тела вашей жертвы живую. Чтобы не сообразоваться с этим миром. И мы говорили немного о том, что наш ум должен быть преобразован. Чтобы мы отлагали те вещи, которые мы думали. И начинали думать о небесном отношении. Чтобы наше мышление было мышление Царства. И в конце написано, чтобы вы могли различать, в чем есть воля Божья. И вопрос заключается в развлечении. Чтобы мы могли видеть те вещи, которые в повекновении мы не можем это видеть. И в это время различать — это очень важно. Писание говорит о даре развлечения. Иногда мы думаем о том, что различать — это просто думать, что от Бога, а что от дьявола. Но на самом деле вопрос заключается в намного большем. Различать, что мы делаем каждый день в нашей жизни. И чтобы различать, в чем есть воля Божья. И в то время, когда наш разум обновлен. Когда мы начинаем понимать Его Писание, Его Слово. И мы сможем намного четче видеть и различать, что Он хочет. Ишуа молился в саду. И он говорит, «Отец, если это возможно, если это возможно, забери эту чашу от меня». Он знал, в своем сердце, в чем есть суть Божьей воли. И он знал, что Он должен был пройти через крест. И вот эта смерть ужасная, которую Он должен был пройти. Я помню, когда я первый раз посмотрел фильм «Страсти Христовы». И там было очень четко в картине описано, что происходило с Ишуа. Когда Его избивали и били. А потом Его повесили. Через что Он прошел? Прошел через нас, за нас, за тебя, за меня. Для чего? Для того, чтобы мы могли войти в Его Царство. Нам необходима эта трансформация. Потому что это поможет нам быть тем, кем Бог хочет, чтобы мы были. Мы — Его новое творение. И в то же самое время мы все еще пребываем в нашем старом теле. И нужно, чтобы разум был преобразован. И вот это я суммирую то, что я пытаюсь вам сегодня сказать. Второе Коринфянам 5, 17. Здесь говорится, здесь написано так, что «Итак, кто в Мессии тот новая тварь?» Верите? А потом там дальше написано, что старое ушло. Павел говорит, что я оставляю это в прошлом. Все. Все грязное оставляю в прошлом. Вещи, которые не важны. Но делаем ли мы это на самом деле? Нет. Часто мы это не делаем. Мы не оставляем старые вещи. Некоторые вещи, мы усердно держимся за них. Но Он хочет, чтобы мы понимали, что все Он делает новое. Он хочет тебя сделать новым творением. Чтобы вы имели очень глубокие отношения с Ним, о которых мы вчера говорили. Потому что в этом заключается Его желание. Как нам нужно это делать? Я вчера говорил о том, что немного о суверенной воле Божьей. Это те вещи, которые случатся. И то, что нельзя изменить. И обстоятельства произойдут, но, может быть, чуть-чуть медленнее произойдут. Но они произойдут. В Исаии 46, написано, что мои желания, они устоят. И я сделаю то, что мне угодно. Что Бог сказал, это написано в Его Слове. И оно постоянное. Все остальное может измениться. Бог хочет нас привести в это движение перемен. Но также есть Божья воля приказа или повеления. Некоторые люди, многие люди имеют различные понимания, как выражать эту волю. Но я сегодня хочу говорить немножко, больше уделить внимание вот этой воле. Есть определенные вещи, которые Господь повелевает нам делать. И мы можем выбрать. Мы избираем быть послушными или просто проигнорировать. О чем я говорю? Я хочу вам дать примеры. Очень часто мы не видим, что это Божье повеление. В нашем разуме мы принимаем и переводим это как предложение. Принять или не принять. Но в то же самое время это Божье повеление. Понимаете, о чем я говорю? Вы чувствуете это? Что Бог просит, чтобы мы это делали. Бог призывает нас каяться. чтобы мы отдавали те вещи в нашей жизни. Определенные вещи. И Он хочет, потому что Он хочет иметь с нами взаимоотношения. Второе Петра 3, 9. И это очень интересный текст. Это говорит, что Бог не задерживается в исполнении Своих обещаний. Есть вещи, которые в нашей жизни Бог обещает нам давать. Иногда мы думаем, почему же Бог медлит? Но Бог подготавливает тебя. Иногда получается таким образом, что вы не даете коробку со спичками маленькому ребенку. Ну да, мы уже не используем спички. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы не дадите ребенку спички, потому что вы понимаете, что это опасно. Так же самое и Бог. Он обещает определенные вещи в нашей жизни, но Он определяет то время, когда Он хочет. И так же мы должны понимать, что Бог находится за пределами нашего воображения, времени и сферы. Я очень часто об этом говорю, потому что очень важно понимать, что Бог видит те вещи, которые мы не видим. Он видит наше будущее. Он знает, что произойдет с нами. И очень часто нам необходимо ждать, ждать Господа. И Он укрепит эти вещи в нашей жизни. Он хочет дать нам эти возможности, которые Он же будет использовать в нашей жизни. И написано там, что Он терпелив к тебе. И Он не хочет, чтобы никто не страдал и никто не погиб. Для того, чтобы... Он хочет, чтобы ты пришел к покаянию. Я верю, что мы находимся сейчас в время очищения. Бог очищает Своё тело. Он хочет, чтобы мы понимали, что нам необходимо отложить некоторые вещи позади, чтобы мы покаялись в определенных вещах. И вы знаете, иногда это не касается греха. Это касается нашего отношения. Если вы не ожидаете, что Бог будет действовать в вашей жизни, Он не будет это делать. И вам нужно покаяться. Боже, прости, что я не верил Твоему Слову, но я хочу верить. И есть эта нужда в нашей жизни, чтобы заняло место в нашей жизни. Писание говорит, что Он готовит свою невесту без пятна и порока. И я подумал, как же это практически можно понять. Если вы видите и имеете что-то на одежде пятно, сегодня вы просто бросаете в стиральную машину. И вы стираете. Стираете до тех пор, пока пятно не уйдет. А потом вы вытаскиваете. И потом вы берете утюг. И вы тогда начинаете, помещаете на гладильную доску. И вы начинаете гладить до тех пор, пока все вот эти вот изъяны и неровности уходят. Но этот утюг горячий. И он тяжелый. Если вы ударите себя этим утюгом, будут проблемы. Но если Бог, Он делает все возможное для того, чтобы приготовить свое тело, церковь, чтобы убрать все пятна, вам необходимо быть омытым. Он поместит тебя в свою стиральную машину. Он будет крутить и крутить тебя. И до тех пор, пока ты не омоешься от своих пятен. И потом Он будет изменять тебя. Он поставит тебя на свою гладильную доску. и достанет свой утюг. И потом Он по мятости будет выравнивать. Как выглядит, что это здорово? Нет? Весело? Нет? Нет. Но это необходимо. для того, чтобы произошло этот процесс. И Бог меня через столько много вещей провел, чтобы я находился сегодня, где я нахожусь сейчас. И некоторые вещи были такие трудные. Иногда я даже чувствовал, что я нахожусь на этой гладильной доске, и его утюг, он просто меня гладил. больно. Но когда это закончился, процесс, ты тогда готов принимать все, что Он имеет для тебя. Я вчера еще говорил из книги первой филосинякийцем, пятая глава, что во всем благодарите Его. Нам нужно научиться, что как мы находимся в этой стиральной машине. спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты меня омываешь, и Ты меня очищаешь, что Ты меня делаешь готовым для Своего Царства. Нам нужно благодарить в то время, когда мы находимся на гладильной доске. Боже, но мне не нравится это. И я нахожусь в этом времени сейчас, в этом периоде, но я все равно благодарю Тебя за это время. Вы знаете, что благодарность делает с нами? Высвобождает радость. Недавно я говорил о благодарении и неблагодарности. Неблагодарность приносит нам проблемы в жизни. Когда Израиль был в пустыне, они роптали и были недовольны всем. О, у нас нет воды. О, у нас нет пищи. О, у нас нет мяса. У нас нет этого, нет того. Это жарко. Это жарко. Я жажду. Мои ноги болят и прочее. И что случилось? Богу пришлось их наказать. Некоторые умерли. В конечном итоге все умерли. На протяжении двадцати лет этот процесс был и в конечном итоге все погибли. Но Бог проводил их через определенный процесс. но когда они начинали прославлять его и поклоняться ему Бог посылал благословение. Вот в чем разница заключается. Неблагодарность будет приводить нас проблемы. Благодарность будет приносить нам радость. И написано здесь во всем. Очень легко, когда все хорошо и когда вы попали в его присутствие вам прекрасно. Легко благодарить. Но когда тяжело, трудно, можем мы в этом процессе благодарить его во всем. во всем дайте благодарность ему. Это урок Бог преподал лично мне. И я надеюсь, я научился этому уроку. Даже те времена, когда очень сложно, очень трудно. Я говорю, Боже, я благодарю Тебя. Не за эти трудные времена, я благодарю Тебя за то, что Ты имеешь план для моей жизни. Я благодарю Тебя, потому что Ты заслуживаешь благодарности. Даже потому, что я дышу сегодня. Еще, что нам необходимо делать, это то, что Бог повелевает нам делать. Первое Петра первое Петра второе Петра. И это говорит очень clearly, for this is God's will. Первое Петра 2, 2, 15. For this is God's will, that you silence the ignorance and foolish man by doing good. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уст невежество безумных людей. Есть инструкции, те вещи, которые Бог говорит нам делать. И нам нужно делать то, что правильно, потому что оно есть добро для нас. И может быть займет немного времени, но в конечном итоге это будет заграждать уст невежество безумных людей. и люди начнут это видеть. Как мы выражаем это в нашей жизни? Что люди видят в нас, когда они смотрят на тебя, что они видят? Они видят, когда они смотрят на тебя, кого они видят? Видят такого хмурого человека. You know, God says, I give you my joy. My not your joy, not my joy. It's different because our joy is bound by our circumstances, by what we experience. But the joy that God gives us is always joy. whatever the circumstances. Ooh, yippee! I'm in a situation which is difficult. I just said like what he showed. Sorry? Yeah? I feel like it's like TV. Okay. Yippee! Yeah, it's great. to be in his presence, to be in his presence, to experience his joy, to be that comes up in you. I sometimes say it's like a bottle of champagne. I sometimes say it's like a bottle of champagne. If you like a bottle of champagne, And what happens? What happens? Poof! Poof! That cork that's in there, what this is what the world tries to stop in the heart. Don't do this. 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 It doesn't matter. It doesn't matter. Because it's not my joy. It's his joy. It's his joy. Yes! It's his joy. It's his joy. I give you my joy. And he says, I give you my joy. Not as the world gives. It's his joy. It's his joy. It's his joy. And I want to see that joy bursting out in the body of Messiah in this time. We need to live in purity. Нам необходимо жить в чистоте. This world today. How unpure is it? You know it, just as I do. It's as in the days of Noah. Sexual immorality. Wrong ways of sex. Wrong ways of sex. But God commands us. But God commands us. In 1 Thessalonians, chapter 4, verse 3, and once again, it's very clear. For this is the will of God. Your sanctification. To abstain from sexually. God wants to make us holy. He wants to purify us. Он хочет освящать нас. Очищать нас. Особенно здесь, в разуме. В нашем разуме. Иногда мы можем контролировать наши физические, ну, наружные вещи. Но этот разум, он будет блуждать. И в этом мире сегодня очень много искушений. Телевизионные программы. Что вы видите там? Очень много сексуальной нечистоты. И это заходит в ваш разум. И это, как я, в вашем разуме. Будьте осторожны, что вы смотрите. Я не помню всю песню, но это была детская песня. О, будь аккуратен. О, будь осторожен, маленькие глаза, что ты видишь. Будь осторожен, что ты видишь. Потому что Отец на небесах, он все видит. И поэтому будь аккуратен, что ты смотришь. О, будь аккуратен, маленькие ножки, куда ты идешь. А потом ушки, и потом ручки. А потом, будь осторожен, маленький язык, что ты говоришь. Это детская песня, но она содержит истину для нас. В нашей жизни очень важно, как мы делаем это. Что люди видят нас. Нам необходимо распространять благоухание Мессии. Когда мы ходим, когда мы говорим, когда мы слышим, слушаем, когда мы поем. И когда я думаю об этой идее, я думаю о Эстере. Эстере нужно было пойти на встречу с царем. Она встретится с царем. У нас есть царь. И мы встретимся с царем. И вы знаете, Эстер, она провела целый год в подготовке к этой встрече. Перед тем, как она должна была встретиться с царем, она пошла в спа-салон. Да, это спа-салон был. Целый год она ходила туда. И вот эти ванны, полные масла, благоухания, и различные всякие процедуры, которые они делали. Это было очень долго. И когда эта процедура закончилась, по времени, она пошла на эту встречу с царем. И вы знаете, у меня есть такое воображение, я поделюсь. И я смотрю, и я воображаю картины. И вот я ее представляю, такая красивая, ну, одета красиво, волосы у нее красиво уложены. И вот она идет по этому дворцу. Каждый метр, ну, так воображение, что солдаты, эти воины стояли, и каждый метр с одной стороны и с другой стороны. И вот помните, помните, вот это время целый год прошло через эти все эти спа-процедуры. И вот она готова встретиться с царем. И вот она идет, идет, проходит через вот этот зал, через этот вонный зал. И вот она зашла, и вот царь стоит. И когда она проходила вот через вот эту аллею, где солдаты, воины стояли слева-справа, представляете, вот что они вот так вот вдыхали этот запах. Как прекрасный, какой прекрасный запах. Может быть, кто-то даже в оморок упал от этого запаха. И вот когда мы ходим в этом мире, какое благоухание мы издаем? Какое благоухание от нас? Когда мы проходим, и что люди чувствуют? Я помню вот эту вещь, которая происходила в моей жизни. Я 30 лет жил в Бельгии. И мы начинали церкви там. И в один раз мне нужно что-то определенно особенное. И я знал, что я могу найти в Атвертмене, в еврейском квартале. И в этом городе достаточно большая наседлость евреев. И также есть очень много, допустим, тех людей, которые продают бриллианты, золото. И, ну, конечно, были и другие вещи, которые можно было найти. И вот я пошел в это место, и я знал, что они, возможно, будут иметь то, что мне нужно было. И я предположил, что он был ортодоксальный еврей, потому что он был одет определенным образом, имел эти вот пейсы. Спасибо. И я начал разговаривать с этим человеком. И я начал спрашивать, у вас есть вот эта определенная вещь, которую я ищу? Он сказал, да, конечно, я имею, да. И потом он меня спросил. И мы начали говорить. Мы начали разговаривать. Начали обсуждать. И прошло полчаса. И начал я себе задавать вопрос, что же происходит? Я всего лишь хочу купить вот эту вещь, и он все еще продолжает со мной разговаривать. И вдруг он посмотрел на меня, и он говорит, я хочу то, что ты имеешь. Я подумал, что он делает. Я пришел купить вещь. А он мне говорит, я пережил присутствие Бога в твоей жизни. и я хочу это. А я подумал, спасибо, Боже, спасибо, что ты поместил это внутри меня, чтобы кто-то другой мог это заметить и увидеть. И мы говорили. Я рассказал ему о Иешуа. Я спросил его, ты понимаешь, о чем я говорю? Я объяснял ему из местописания, из Старого Завета, те местописания. Я не трогал Новый Завет. Потому что даже в Старом Завете я найду Иешуа. И он, я никогда не видел это раньше. Он говорит, это правда. А я спросил, а ты хочешь то, что я имею? Вот что я имею. Хочешь, чтобы я помолился за тебя? Да. И мы молились. И он стал одним из моих лучших друзей. Все это время, когда я жил в Бельгии, он был моим другом. И если что-то мне нужно было, я ходил к нему и спрашивал. А даже если у него не было, он говорит, я найду для тебя. Через пару дней он звонил мне и говорит, я нашел то, что тебе нужно. Я говорю, сколько стоит? Чуть-чуть. Говорит, не, на самом деле бесплатно. Это от еврея, представляете? У Бога есть свои пути. И мы не всегда понимаем это. Но когда мы заняты с людьми, и когда мы общаемся, мы должны помнить, что же мы оставляем, какой след за собой. Мы оставляем Иешуа, мы оставляем Его присутствие. Или что? Бог хочет, чтобы мы искали Его царство. Больше всего. Матвея 6. Ищите всего прежде всего Царство Божие и Его праведности. И все эти вещи они будут добавиться к вам. Почему? Это объясняет само по себе. Если вы будете искать Его царство, это Его первый приоритет, тогда все остальное будет последовательным. И что бы вам не нужно было. В любой ситуации ищите Его царство в первую очередь. Сделайте это приоритетом. Какой же приоритет у тебя сейчас в жизни? Вот это очень важно. Какие же наши приоритеты? Как Бог говорит с нами сегодня? Он говорит с нами через Его Слово. Я использую это Слово постоянно. А те вещи, которые я сегодня говорил, это все написано в Его Слове. Вот это первый путь, как Он говорит к нам. Второе Тимофея. Третья глава. Верси 16 и 17. Я знаю, что Пол уже знает, о чем я буду говорить. Вот этот Павел. Пол. Что все Писание, каждое слово, которое написано в Писании, это то, что я верю. Я не задаю вопросы относительно того, что написано в Библии. Никогда. Люди задают вопросы. Они говорят, ну, может быть, вот это могло и не случиться, или то не могло случиться. Но все Писание, оно Бога вдохновенное. Дух Святой. Дух Божий. Это ветер и Дух. Когда Бог дышит, когда Он вдохнул, Он дышит жизнью. Доверяете ли Вы Писанию? Если Вы понимаете все Писание, Он вдохнул Свой Дух и Слово. И потом, а потом, жизнь произошла. Жизнь на иврите. Лехаим. Лехаим. Yes. It brings life. Он, Он, Он вдохнул жизнь. Слово приносит жизнь. Оно побуждает Вас делать живыми. Все Писание все Писание Бога вдохновенное. И оно полезно. Для чего? Для научения. Для обличения. Для исправления. Для наставления в праведности. Чтобы человек был совершен ко всякому доброму делу приготовлен. Сколько еще времени у нас? They didn't leave. Keep going. Val is not here to control me. Yes. I just keep going. Я буду продолжать идти. Его воля is that we walk with Him. In Micah chapter 6 verse 8 He has told you He has told you You should know it. He has told you O man humanity what is good and what Adonai is seeking from you only to practice justice to love mercy and to walk humbly before you before your God. This is His Word. As you read His Word. These are the things you will find. You will find what is good. You will find out what God is looking for in your life. what He wants you to do. What He wants you to do. What He's going to empower you to do. It's His power working in and through you. To walk humbly before God. перед Ним. What does that mean? Что это означает? It means that I tell you that the I am not a great person. Это означает о том, что я, например, не классный человек. Я не совершенный. И что я делился, это не от меня. Это от Него. Я не хочу чести. Я не хочу, чтобы меня прославляли. Потому что это принадлежит Ему. Я не буду воровать то, что принадлежит Богу. Он мне дал жизнь. Он мне дал дыхание. Он мне дал мудрость. Он мне дал понимание. Он мне дал Его Слово. И вся слава, вся честь принадлежит Ему. Аминь. Вся слава. Отец, Ты великий. Ты замечательный. Мы прославляем Тебя. Мы хотим ходить с Тобой. Мы хотим понимать Тебя, Твое Слово. И Он говорит о том, что Он имеет планы для нас. Он имеет надежду и будущее для нас. Иеремия 29, 11. Когда Бог говорит через нас. И Он говорит нам, что Я знаю планы для Тебя. Планы для мира и не для разрушения. Чтобы дать Тебе будущее и надежду. Я хочу сейчас остановиться вот именно на этом месте. И есть немного больше, о чем я хотел бы поделиться с вами. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели сейчас на Господа. Он говорил к нам. Он использовал меня как инструмент. Но это Его Слово. И Он хочет, чтобы мы молились. И Он хочет, чтобы мы Его нашли. И если вы находитесь в таком состоянии, где вы потерялись, вы чувствуете, что вы затерялись чуть-чуть. Вы можете найти Иеремия 29 главу. Очень интересным местом. Иеремия 29, verses 12 и 13. Не, 29. И тогда, когда вы призовете имя Его, и когда ты воззовешь ко мне, и я тебя буду слушать. Он слушает. Он всегда слушает. И Он слушает, и Он ждет, чтобы слышать. И написано, что будете искать Меня и найдете Меня, если будете искать Меня всем своим сердцем. И это все осозн Impossible. И внизу. И я хочу,